Судьба Владимира снова под вопросом. Для нормальной работы единственному профессиональному волейбольному клубу региона остро не хватает денег. Напомним, в этом году Владимиру в два раза урезали бюджет. В августе мэрия дополнительно выделила клубу 2 миллиона рублей. К решению финансовых проблем подключилась и областная администрация. Кроме того, клуб постоянно ищет финансирование от бюджетных и внебюджетных организаций. Однако к концу года ситуация с деньгами снова обострилась. Как сообщило руководство клуба, на прошлой неделе из состава учредителей вышла городская администрация. А значит прекратится и финансирование волейболистов из городского бюджета. В бюджете 2019 года не предусмотрено субсидии на поддержку некоммерческой организации волейбольных клуб Владимира. Хотя финансирования клуба уже не будет из бюджета города, но мы все равно пока оставим поддержку как в части с помогаемым автотранспортом на сегодняшний момент на их все поездки, которые им необходимы. Мы предоставляем им безвозможное пользование. Вместо тренировок, вы знаете, что они тренируются и проводят игры чемпионата России по волейболу в городском центре здоровья. Поэтому вот эти вот позиции остались за нами. Мы им помогаем в этом направлении. У нас пока нет денег уже на соревнования, на январе. Нет денег, чтобы людям закрыться в декабре месяц. Хотя бы аванс выдать. И кроме того, у нас есть долги перед партнерами нашими, которые нам оказывают услуги по перевозке команды, по предоставлению общежития, по офису. Мы должны заплатить определенные суммы. Вот сейчас, на данный момент этих денег пока нет. Требуется нам сумма. Не обязательно бюджетный. Мы не претендуем на какие бюджетные деньги. Нам нужны просто средства, в основном внебюджетные, которые помогут сохранить волейбол в Владимире и показывать достойный результат. Несмотря на то, что чиновники разных уровней в один голос уверяют, как важно сохранить клуб, пока решение проблемы не найдено. Команда из девяти игроков и двух тренеров сейчас живет в неопределенности. Руководство клуба сейчас активно пытается найти спонсоров вместе со специалистами из областной администрации. Как пояснили нам в профильном комитете, ситуации с финансированием волейбольного клуба сейчас занимаются на уровне вице-губернаторов. В идеале для полноценного существования Владимиру ежегодно необходимо около 15 миллионов рублей. Пока о таких суммах в клубе даже не мечтают и пытаются решить насущные вопросы. Владимир очень надеется на помощь от руководства области. Тем более, что фактически на голом энтузиазме команда показывает достойный результат и может проявить себя в будущем, если продолжит существовать. На сегодняшний день мы занимаем первое место в высшей лиге Б. Команда за последние несколько лет стремится и может показать наилучший результат в своей биографии. Поэтому мы все нацелены именно на этот результат, что позволит нам один из финальных туров провести в городе Владимире. Надеемся, что так и будет в марте-апреле 2019 года. Сейчас команда продолжает готовиться к двум матчам в Воронеже. Эти встречи станут финальными в этом году. Мы будем следить за развитием событий.